Добрый вечер, уважаемые слушатели! В эфире Алирадио, программа «Русский взгляд» и с вами Владислав Карабанов. Сегодня 10 ноября, понедельник, и я вас приветствую в нашем эфире. Темы сегодняшней передачи, это не одна тема, несколько тем, я думаю, что будет. Это события в России и в мире, какие-то мистические запахи в Москве, я думаю, что нужно обсудить. Последний наш материал «Китайский разворот», ну и вообще то, что происходит и будет происходить с рублем в том числе. Первый вопрос, он появился, давайте, прежде чем начнем обсуждать текущие события, я на него попробую ответить. Александр спрашивает, Владислав, когда же выйдет ваша книга «Запретная история»? Уважаемый Александр, понимаете, значит, что я хочу сказать, книга, она как бы в черне уже готова. В черне она уже готова, книга, но, понимаете, обработка ее, это такой труд, вот, такой серьезный достаточно труд. Вот, и, понимаете, вот этот труд, то есть я трачу кучу, в общем-то, своего времени, должен потратить кучу своего времени, и, понимаете, как бы это время сложно как-то компенсировать. Понимаете, бегать там, какие-то издательства сдавать, это все пустое. К сожалению, к сожалению, я хочу сказать, в России проблема с тем, что русская публика не любит давать денег, вот. Проблема эта, в общем-то, присутствует, я тут, значит, читал там материал такой, есть автор такой Халезов, Дмитрий, кажется, Халезов, который написал здоровенную книгу, толстенную, 1100 страниц, посвященную исследованию событий 11 сентября 2001 года. И вот он в конце, в конце он пишет, что, в общем-то, значит, это книга, которую там, значит, и англичане читают, и французы, и немцы, в общем-то, она там в свободном доступе, и там, значит, существует такая, значит, механизм пожертвования, он там, такое типичное, вот, обращение, дежурное, так сказать, о пожертвованиях. То есть книга, посвященная вот этому самому событиям 911, я напомню. Очень серьезный материал, серьезный исследователь, ну вот, значит, он говорит, что, в принципе, перевел часть материала, статью на русский язык, здоровенный, значит, материал, и он говорит, самое что интересное, знакомство английской, французской, там, значит, испанской публики вот с этой книгой, она значительно уже, меньше, почему? Ну, то есть там эту правду немножко так поддавливают, не то, что там давят, но поддавливают. Но, тем не менее, он говорит, он в скобочках, говорит, жадные самые немцы, в скобочках жадные евреи, израильтяне жадные, ну, в скобочках все, жадные там испанцы, они, в общем-то, какие-то там, что-то там присылают ему, а из России, говорит, значит, ознакомился с исследованием, наверное, порядка миллиона человек, ну, может быть, он преувеличил полмиллиона, значит, и что-то прислало 10 человек. Понимаете, он говорит, даже там вот в общей сложности не набралось там какой-то такой суммы там, чтобы просто доменные имена оплатить. Поэтому, вы понимаете, так сказать, вот и Бояр мы тоже прекратили вот этот проект именно из-за того, что тратить свои ресурсы, ведь для того, чтобы что-то сделать, я должен потратить какие-то свои ресурсы, которые там добываются, зарабатываются, значит, или там время, которое я могу потратить на, значит, более там продуктивную. А в ответ, в общем-то, понимаете, нет никакой там, ну, в общем-то, так сказать, оценки реальной. Хотя я хочу сказать, мы, наверное, из русских ресурсов, наверное, самый такой вот оцененный высоко, и у нас есть, так сказать, круг читателей, которые, в общем-то, так сказать, делают время от времени какую-то поддержку для нас. Но, тем не менее, всех вот этих ресурсов, на самом деле, с трудом хватает для того, чтобы, в общем-то, так сказать, просто сводить концы с концами. Вот. Более того, я хочу сказать, есть мысли о прекращении проекта АРИРУ в течение, там, может быть, если, так сказать, в течение двух месяцев финансовая ситуация не исправится. Я прекращу проект, я принял решение такое. Поэтому речь о книге, она вот повисает в воздухе. Люди-то собирают деньги, там, для Новороссии, еще для чего-то, понимаете, так сказать, Новороссию государство должно отправлять. А вот агентства русской информации как-то забывают. Вот. Понимаете, а самая лучшая, самая точная и правильная оценка нашей работы, это, в общем-то, вот, так сказать, когда вы свое время потраченное на что-то, так сказать, на какое-то, на добывание каких-то ресурсов, вы вот этими ресурсами, вы нас оцениваете. Это форма оценки. Значит, либо одно из двух. Либо у нас так оценивают, либо нашей публике это, в общем-то, не нужно. Поэтому хорошо, что вы этот вопрос задали. Вот я в самом начале передачи, чтобы была некая ясность, я это скажу. То есть, если ресурсов не будет, мы сейчас сделали новый сайт, новый движок. Люди, которые сотрудничают со мной в этом проекте, они, естественно, без куска хлеба не останутся. Я думаю, что я им найду какую-то, в общем-то, так сказать, заработать. Вот. Но вот в этом формате проект, я так считаю, что нужно будет закрывать. Вот. Так что это, считайте, сегодня официальное такое объявление о вероятном закрытии проекта с 1 января 2015 года. Или там с 31 декабря 2014 года. Вот. Отношусь к этому совершенно философски. Дело в том, что, понимаете, спрашивают, ну вот мне тут присылают письма читателей. Давайте, я так сказать, мы все-таки на эту тему поговорим, потому что она такая тема важная. А события, текущие события, я думаю, что они как бы подождут. Вот. Так вот присылают письма читателей, говорят, ну вот нужно вот это делать для того, чтобы рекламировать там сайт. Давайте вот это сделаем, давайте это сделаем. На самом деле, знаете, задача рекламироваться или манифестировать себя у меня не стоит. Никогда не стояла. У агентства русской информации не стоит задача манифестирования, понимаете. Ну так сложилась ситуация, я должен был вот это делать. На мой взгляд, то, что нужно было сделать, то, что, в общем-то, Бог мне сказал сделать, я, в общем-то, сделал. А дальше была очень серьезная поддержка от одного человека за такой период. Вот. И я его ценю. Он, не знаю, там, слушает, сейчас не слушает. Вот там, ну, произошли какие-то такие моменты. Была серьезная поддержка. У нас поддерживали, есть люди, которые вот поддерживали, так сказать, ну, в силу, я думаю, что своих возможностей, и им огромная-огромная-огромная благодарность. Даже вот то, что мы перешли на новый движок, вынужденно перешли. Еще раз скажу, что люди, которые работали с нами, оказались в центре боевых действий на Донбассе. Просто вот буквально в центре. Ну, у человека там, так сказать, снаряды ложились. Там один снаряд лег в 150 метрах от его дома, а другой снаряд лег в 50 метрах от его дома, а он сидел в подвале. То есть ни о какой работе, ни о какой поддержке ресурс, конечно, речи уже быть не могло. И это была вынужденная мера. Значит, там человек, так сказать, и эта группа там какая-то, она эвакуировалась оттуда. В этой ситуации нам пришлось, конечно, искать возможность перейти на другой движок. И в данном случае мы эту задачу благодаря слушателям реализовали. На сегодняшний день, в общем-то, все, что можно было сделать, сделано. Но концы с концами, если честно, не сходятся. То есть затраты на проект, они есть. Это кроме моего времени. И, в общем-то, эти затраты, они, я считаю, что, в общем-то, никак не покрываются. Никак не покрываются, не говоря о моем времени. Я там затрачиваю, так сказать, в день по 10 часов. Включая переписку, ответы на письма. Ну, не буду там углубляться. Так что то же самое и с книгой. Ну, зачем я буду, значит, стараться, так сказать, выкладывать? Огромное спасибо тем, кто эту книгу дал, какую-то сумму, так сказать, прислал. Это все небольшие, так сказать, такие суммы. Вот, книгу я рано или поздно закончу, но она будет в таком черновом варианте. Я ее, в общем-то, этим людям разошлю. Ну, таким образом я, как бы, значит, их вклад какой-то, их помощь, я, в общем-то, так сказать, отмечу. Издавать ничего не будут. Украдут, будут потом обсуждать, скажут кучу гадостей. Зачем? Вот, вот такая вот ситуация. Геннадий Владислав, а чего вы в таком ультимативном тоне с элементом шантажа говорите о закрытии сайта? Денег не будет, закрою точку. Да нет, это просто, так сказать, констатация факта, уважаемый Геннадий, констатация факта. Владислав, в Италии Харьков, Владислав, уточните, что значит закройте проект, что уйдет и что останется. Проект будет закрыт, то есть это, опять же, я хочу сказать, это не значит, что, так сказать, оно там с 1, там, 31 декабря закроется. Нет, я говорю, что это планы. Нужно сказать заранее, чтобы, в общем-то, так сказать, публика не была, ну, так сказать, горчина, или там, чтобы это не было неожиданностью. Вот, так что вот такие вот дела, вот, я просто ответственно отношусь к работе людей и, в общем-то, так сказать, отвечаю перед ними, перед теми, кто что-то пишет. И, знаете, значит, если нету, вот, как бы, вот такого оценки, значит, нету. Я считаю, что большая, огромная работа проведена, в том числе и в плане даже вот создания общего дела. Задача ведь была помочь людям политизироваться. Вот, вступить вот в эту политическую, на политическую какую-то площадку, найти, увидеть в себе общественных деятелей. Ну, не вот таких комсомольцев, которых нанимают, то есть, не важно даже, если кто-то там, так сказать, там, разошелся, дороги чьи-то разошлись со мной, не важно. То есть, эти люди вышли на какую-то политическую, общественную какую-то площадку и начали действовать не как, вот, знаете, в россиянском таком формате или советском комсомольском формате, если, значит, там, какой-то начальник, так сказать, назначил ты, 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 и ты будешь, в общем-то, там, депутатом или, там, общественным деятелем. А ты, вот, ты будешь, вот, выступать за, там, чистоту озера Байкала. А вот ты, вот, ты и ты, значит, там, будете, там, демонстрацию устраивать по поводу Химкинского леса. Ну, на самом деле, оно так, где это, там, Чирикова, и кому оно нахрен-то нужно? Это такой самый яркий пример, этот Химкинский лес. А так, все-таки, вот, обычные люди, которые занимались какой-то своей, там, жизнью, своим бытом, но в то же время были недовольны, значит, своим, вот, своей невозможностью поучаствовать в общественной деятельности, или у которых была сила для этого, или энергия, желание, они, вот, начали коммуницировать. То есть, они познакомились с другими людьми. Началась коммуникация, значит, у нас все равно существует АРИТ-ТВ. Замечательный, как бы, значит, проект был сделан, там, последний, вообще, материал, прапор, вот, этот, ополченец. Удивительный человек, удивительный человек, вот. Так, ну, познакомились мы с целым рядом, значит, и наши, вот, единомышленники в Москве тоже, в общем-то, познакомились друг с другом. Это тоже большое дело, тоже большое дело. То есть, все вместе, оно, как бы, вот, создало такой, так сказать, вот, эффект. Считаю, что создание такого самостоятельного, независимого, общественного, ну, движение-то громко сказано, ну, какой-то такой, общественные, так сказать, группы людей вот таких. Ну, к сожалению, не все люди понимают, на что живет ресурс, и, в общем-то, что ему нужны ресурсы. Собрали деньги, значит, там, на Новороссию, собрали еще там на что-то, собирали деньги, так сказать. То есть, про агентство русской информации стали забывать, вот. Опять же, еще раз подчеркну, я считаю, дело вот в чем еще, в чем. Я считаю свою миссию, ну, частично выполненной. Делал это именно потому, что, вот я объясню, значит, там, вы шантажируете, не шантажируете. Я очень устал. Я очень устал, дело не только финансовое, так сказать, часть. То есть, попросил Бога, попросил Бога, в общем-то, меня от этого дела освободить. Вот, попросил освободить. Дальше мы посмотрим. Если это нужно, значит, это будет нужно. Если не нужно, значит, не нужно. Вот, Николай, значит, книгу вы обещали, значит, я жду ее два года. Николай, я вам книгу вышлю. Вот я ее доделаю, вот именно для вас лично. Или там еще, так сказать, там, несколько человек, которые, так сказать, это все, так сказать, помогли. Я вам вышлю в электронном виде. Так что сделаю это. А остальное, в общем-то, то, что невозможно сделать, мне невозможно. В бумажном виде, я думаю, что ее, скорее всего, не будет. Так, ну, давайте теперь перейдем к текущим вопросам. Вот, в первую очередь, что самое важное? Самое важное, это заявление господина Керри, который встречался с Лавровым и сказал, что да, вы знаете, значит, нужно там на Украине вопрос решать несиловым путем. И из Европы послышались такие голоса о том, что Украина злоупотребляет доверием Европы. То есть вот эта встреча с Лавровым произошла буквально сегодня, или вчера. То есть вот-вот, наверное, все-таки сегодня. Смысл в чем? Смысл в том, что не то, что американцы и европейцы, значит, как-то вот тут возмутились украинцами. Нет, просто степень противостояния достигла какого-то, какой-то планки, вот. И когда начали летать ракеты, я думаю, что американцы начали давать задний ход. Но это не значит, что они, в общем-то, так сказать, решили отойти тут и все. Теперь будет мир, дружба, в общем-то, так сказать, в арене. Нет. Я так полагаю, что это такое временное отступление. Вот они как бы прозондировали вот эту кремлевскую позицию. И дальше, значит, они поняли, что еще, так сказать, Кремль крепок. Ну вот, есть поддержка среди населения. И решили дальше не продолжать, значит, свое давление. То есть на какой-то период, я так полагаю, давление чуть-чуть-чуть ослабнет. На какой-то период. Очень важно, что выступил Генри Киссинджер, который сказал, что да, вы знаете, у нас как бы вот тут ястребы там требуют наказать Россию за Крым. А вы знаете, Крым это, в общем-то, исключительный случай. Вдруг они, значит, начали понимать и разбираться в этом. Ну, это все прекрасно было понятно и полгода назад. Смысл в том, что они решили дать немножко задний ход. Но это, я говорю, что еще не значит, что закончилось все, и теперь все будет по-другому. То есть какие-то отношения будут дальше продолжаться. Нет. Эскалация напряженности будет. Вообще, если честно, я прогнозирую даже обмен ядерными ударами. Но не масштабную ядерную войну, а локальные разовые, так сказать, обмен ядерными ударами. Ну, например, там по какой-нибудь базе. Значит, ну, там американцы где-то проверят, что-то, так сказать, взорвут. Значит, или как бы в ответ скажут, мы решили, что это русские, что-то взорвали. Ответили, значит, и вот решили ответить. Ну, а Россия тоже ответит, что вот американцы взорвали. Такое, в общем-то, вероятно. Вот. И, на мой взгляд, все может закончиться только вот когда степень такого противостояния, конфронтации дойдет до высшей точки. Все идет к этому. И вот тут я вспоминаю как раз пророчество или там ясновидение вот этого Баптиста, который еще там несколько лет назад говорил о том, что вот на юго-востоке Украины там он видит ядерные взрывы. Это удивительно. Я до сих пор вот, так сказать, читаю, перечитываю от этого Баптиста. Мужик, он непростой. Мужик, он непростой. Он изгонял бесов из людей. И это, в общем, медицинский факт. То есть приходили люди, и он реально изгонял бесов. Там они как-то говорили нечеловеческими голосами. Там, в общем-то, их там колотило, там трясло, колбасило. То есть явно у него есть какая-то сила, энергия, какое-то общение. И вот в этой ситуации, конечно, то, что сейчас произошло, вот его вот эти пророчества, они обретают совершенно другое содержание. И они вполне возможно являются каким-то, знаете, предупреждением. Ну, надеюсь, что на Донбассе там никто не будет применять ядерное оружие. Хотя, вы знаете, взрыв вот этого то ли завода, то ли еще чего-то там уже был, который сотряс в Донбассе, значит, сценарий видели по телевидению, когда там человек-докладчик, который выступал перед аудиторией, рухнул, значит, со своего этого самого постамента, где он там на трибуне выступал. Все куда-то провалилось. Ну, то есть то, что там этот баптистский священник видел, он же не может идентифицировать, там, ядерные эти взрывы были или неядерные. Он неядерные. Он насчитал восемь штук. Он насчитал восемь штук. Ну, не знаю, в общем-то, где и чего это будет. Ну, вполне возможно, только когда стороны обменяются разовыми ядерными ударами, только тогда американская публика, она, в общем-то, возьмется за голову. То есть, ну, люди, понимаете, другое поколение пришло в этот, в Белый дом. Значит, тот же самый Обама, там, в общем-то, он занимается делами каких-то бомжей, там, понимаете, вот он, ну, юристом был, людей, маргиналов американских. Да и сам Обама с такой странной биографией, в общем-то, удивительно странной. Ну, я уже говорил, не буду возвращаться. Американские конгрессмены, это люди, которые тоже не жили в ту эпоху, когда американцы дрожали и боялись ядерной войны. То есть, это другая генерация людей. Даже Маккейн, он, в общем-то, так сказать, там, повоевал, он войну увидел, ну, такую простую, там, во Вьетнаме, он, поэтому, к этому относится достаточно просто. А это вот 70-е годы, там, 80-е еще были политики, которые, там, помнят 60-е годы, когда вся Америка строила бомбоубежище, значит, там, эти, там, тут чуть ли не магазины бомбоубежищ были, там, значит, там, были, там, бетонные какие-то конструкции, когда можно было прийти, заплатить деньги, там, значит, выкапывали, там, какую-то яму, и в эту яму, там, погручали уже готовое бомбоубежище со всеми, там, делами, там, с запасом воды, там, с фильтрами для очистки воздуха, там, значит, там, с канализацией, там, с туалетом, с кухней, там, со всеми делами. Ну, вот, в 70-е, 80-е годы были, вот, фильмы американские, посвященные вот этому, когда, я не помню, вот, ну, «Безумный Макс», наверное, все смотрели. Ну, еще масса фильмов была. И в этой массе фильмов обязательно присутствует, вот, в общем-то, какая-то ядерная война. Даже вот фильм «Планета обезьян», она же, как бы, тоже посвящена, вот, некому, так сказать, неким событиям на Земле спустя, там, какой-то период, когда, значит, люди, там, уничтожили друг друга, остались какие-то одичалые люди, и вот обезьяны там еще. То есть все об этом после ядерной войны. И это, знаете, отражало настроение общества. А сейчас, последние 20 лет после победы американской, заслуженной победы, я хочу сказать, в холодной войне, американское общество немножко слегка подзабыло, что это такое, вот, и политики подзабыли, и все. И, видимо, они доведут это дело до какого-то ответного ядерного удара, вот, значит, там, когда там по какой-нибудь базе, там, они сами шарахнут, а что-то там в ответ шарахнет, в общем-то, и тогда все успокоится. Вот, вот только так, мне кажется. То есть политики это дело могут довести до такого состояния. Кремлевские товарищи, понятно, они проигрывают, потому что сами они управленцы хреновы, вот. И вот что делают кремлевские товарищи, сейчас они начинают, заметались, вот они почувствовали, что их там, в общем-то, так сказать, зажали очень так крепко в угол, и вот они бросились решать вопросы с Китаем, вот. На самом деле события, вот, связь договоренности с Китаем, там, еще что-то, они, наоборот, еще больше накалят атмосферу, обстановку и противостояние. То есть, таким образом, как бы, кремлевские, они ощутили у себя, там, тылы, и будут так сильнее отбрыкиваться. Хорошо ли это для русского движения или плохо? Не знаю. Я считаю, что в этом есть такая направляющая рука судьбы. Это не какой-то, там, так сказать, осознанный выбор Кремля, там, или осознанный выбор Запада, значит, они вот включились в какую-то вот, в какую-то конфронтацию. И дальше эта конфронтация развивается по своим законам, и, значит, следующие ходы этой конфронтации зависят уже не от сторон. Может быть, американцы даже думают, что они там что-то там просчитывают, что-то делают. Ничего они не просчитывают. Знаете, здесь, я так полагаю, что в эти события включены какие-то силы, не только земные, но и внеземные, и высшие силы, божественные силы, и то, что мы называем инопланетянами, вот, тоже включены. То есть, что это такое, мы до сих пор не знаем. До сих пор мы не знаем, что это такое. Дело в том, что вот готовим материал по событиям 9.1.1, то есть, вот, тарану этих башен-близнецов, однозначный материал, однозначные данные, свидетельства говорят о том, что те технологии, которые там были использованы, они являются неземными. Нет у человечества таких технологий, у современного человека. Может, там откуда-то с Атлантиды какие-то группы остались, там или с Гипербореей, или с каких-то допотопных обществ, вот. Вот, но у человечества таких технологий однозначно не существует. Испарить две башни, превратить эти две башни в мелкий, так сказать, серый порошок, человечество не обладает ни такими технологиями, ни такими взрывчатыми веществами, ничего. Более того, там, значит, с этими самолетами тоже, там, все эти странности, они уже высчитаны, просчитаны, что никакие самолеты, значит, туда не могли врезаться, вот, так сказать, земные, во всяком случае. Дело в том, что, значит, там есть разрезы вот этих башен, но вот сами башни состоят, значит, по внешнему периметру состоят из таких труб стальных, там, метр на метр или метр на полтора, вот, буквально диаметром труба, которая тянется с самого низа до самого верха, вот. И толщина стенки у этой трубы 6,5 сантиметров. Значит, грубо говоря, у танка Т-34 лобовая броня не башни, а вот, значит, там, где сидит механик-водитель, лобовая броня 4,5 сантиметра, а там толщина стенки вот этого, вот этой трубы 6,5 сантиметра. Это если бы туда врезался бы там самолет, пассажирский Боинг, не пассажирский Боинг, в общем, то есть даже ракета, она бы просто расплющилась об этой башне, и все. То есть он просто не мог физически туда влететь. То есть это понятно. Что такое самолет? Это такая вот алюминиевая хреновина, значит, которую там какой-нибудь обычный трактор, там даже, так сказать, есть видео, Халезов, так сказать, подготовил, вот. Такая хреновина, которая, значит, вот труба вот, когда вот алюминиевая труба самолета, ну, в общем, пассажирская кабина, ее просто как бумагу, как картон гнут. Просто как бумагу, там, обычный, там, какой-то, значит, экскаватор, ну, или там типа экскаватора для утилизации вот таких штук, он как бумагу, хоп-хоп-хоп, снимал, и все. То есть в лучшем случае эта штуковина бы врезалась, стукнулась бы вот в эти металлические, так сказать, сплошная цепь, важно, там они через метр, или там через полтора метра, они там, так сказать, вот эти трубы по внешнему периметру, вот он бы врезался, вот, так сказать, расплющился, и все. И свалился бы вниз. И ничего бы этому ни по скребам не было. Вот это самое важное. Ну, и дальше, значит, как он там испарялся. Внизу там рассказывали о том, что там какая-то температура от керосина, там тоже там нагрела, значит, она нагрела там эти конструкции, чушь собачья, чушь собачья. Ничего там не нагрела, там даже люди остались, они живые были. Вот. А вот внизу, уже под зданием башен, была какая-то невероятная температура, которая разогрела гранит и расплавила его, и гранит тек. И все это, значит, температура выше двух тысяч градусов стояла внизу больше двух недель. То есть, какая-то вообще эти башни испарила, какая-то энергетическая установка, она не испарила, а дезинтегрировала. То есть, она как бы произвела, в общем, трансмутацию. Металла там не нашли. В этом пашке не было металла, хотя треть, там, сто тысяч тонн металла была, треть этих башен, она состояла на треть, она состояла из металла. Вот. А остатков самолетов тоже не нашли. То есть, все вместе, все вместе говорит о том, что это было, значит, нечто другое. А не самолеты были, а, возможно, значит, под самолеты замаскировано что-то другое. Либо это были, ну, как замаскировано, с помощью какой-то, значит, визуализации, то есть, какой-то графики такой объемной. Вот Халезов, он считает, что там был ядерный взрыв. Потому что по тому, сколько энергии на это было затрачено, то нужен был ядерный взрыв. Но человек там не допускает никаких инопланетян. Поэтому, ну, единственное объяснение – ядерный взрыв. Ну, и какой ядерный взрыв может быть, когда не было радиоактивного заражения, там, масса всего, так сказать, того, что связано с ядерным взрывом. Или там 2000 градусов – это что там, так сказать, что там происходило внизу. То есть, было что-то другое. И вот даже есть фотографии этого потекшего гранита. То есть, я говорю, а вроде бы начал говорить о сегодняшней политике, о взаимоотношениях России, Америка, Китая, Европа. А на самом деле мы, видите, сталкиваемся вот с некими глобальными силами, о которых мы, в общем-то, ничего не знаем. Оно как бы и понятно, что за событиями, за действиями, за мотивами, значит, не прослеживается каких-то обычных, понятных мотивов какого-то человеческого общества. Ну, да, понятные мотивы там вот этих управленцев. Но кто там заставляет людей, например, заселять там в Германию или в Норвегию выходцев из Африки или из арабского мира? Кто пропагандирует вот, значит, там всякие там эти однополые браки и все такое. Вот гомосексуалистам нужно. Да, гомосексуалисты существовали на планете Земля, там, я не знаю, там, сколько это планета Земля существует, наверное, столько они существовали. Еще Геродот там их описывал, еще, так сказать. Ну, им не нужно было там браки регистрировать, понимаете, вот. Абсолютно. А сейчас кому-то это все нужно выплеснуть в общество, и тут это делается постоянно. Вот. Причем это общество в глобальном масштабе, в глобальном. Общество пытаются не просто как бы к этому приучить, а общество пытаются шокировать иногда. Да, вот так, и вот, так сказать, вот должны вот это признать. Непонятно, зачем это делается. Я вот читал, значит, какие-то там, какой-то форумы, это вот там какие-то вот люди там писали, так сказать, сами там, они вот там, что-то там обсуждалось. И вот там тема зашла такая, вот какие-то люди там, нетрадиционные ориентации, а я там начали писать, что им это, в общем-то, так сказать, наоборот, это там, в общем-то, им ломает, ну, уж не жизнь, а ломает им, в общем-то, поведение. С одной стороны, их тоже заставляют признаться, там, есть как бы открытые, есть скрытые, значит, их заставляют признаться там в чем-то. Наоборот, какие-то обычные люди, которые не относятся к людям нетрадиционной ориентации, начинают называть себя, в общем-то, так сказать, вот. То есть, обществу кто-то навязывает эту игру. Или там вот общество, так сказать, навязали заселение выходцев из арабских стран из Африки. Причем, понимаете, вот арабским странам, почему-то никто не навязывает, что вам, вы знаете, нужно срочно сюда, так сказать, заселить китайцев. Ну, никто. Ни денег не вкладывает, ничего. А вот в Европе, в Америке, там, деньги вот в это вкладываются немалые. Вот та же самая Норвегия с населением четыре лишнего миллиона, имеет полмиллиона в своем населении выходцев из стран Африки, Северной Африки. То есть, чернокожие, значит, арабы. Опять же, я сам по своей, так сказать, натуре человек достаточно толерантный. То есть, я считаю, что... Ну, вот по своим взглядам, я бы так сказал. Потому что отношения к людям другой расы, они, значит, такое настороженное, они заложены в психологии человека. То есть, человек видит человека, не похожего на себя, и он, естественно, в общем-то, так сказать, опасается. Это естественная реакция любого организма на что-то непохожее, инстинкт. А инстинкт, который, в общем-то, там, тысячами поколений, которые, в общем-то, которые прошли через вот эти, так сказать, какие-то конфликты, какое-то взаимодействие, это инстинкт, который формирует систему самосохранения человека. То есть, она выше даже какого-то, так сказать, сознания. Но, тем не менее, я, значит, с уважением отношусь к представителям всех народов, наций, рас, и считаю, что каждый нормальный человек должен с уважением к ним относиться. Но в то же время определенная, конечно, так сказать, дистанция, она, значит, может... Каждый человек, каждый народ, каждая раса, каждая, значит, группа людей, она может требовать соблюдать эту дистанцию. А нас, понимаете, так сказать, наглоняют и навязывают. Нет, вы не должны соблюдать дистанцию. Нет, обязательно вы должны еще президента избрать, в общем-то, так сказать, вот афроамериканца. Вот Обама. В самом деле, значит, навязали там 160 или 170 миллионов белых американцев, и им, в общем-то, навязали вот господина Обаму. Вот вы должны, значит, тем самым подтвердить свою, так сказать, приверженность толерантности. Опять же, он там неглупый человек, но, понимаете, вот сама эта игра с тем, что каждый там должен доказывать свою толерантность, она вызывает опасения, кому это... Вопросы, точнее, кому это все нужно. Понимаете? Вряд ли, значит, это нужно каким-то кругам там белых там предпринимателей. Вряд ли там каким-то хасидам это нужно. Понимаете? Вот, так сказать, тут все на евреев там списывают. Зачем это хасидам? Ну, так сказать, тем более так... Это же, понимаете, вложение денег в непонятно что, зачем непонятно. Вряд ли там нужно даже этим чернокожим американцам. Значит, они жили, живут прекрасно, так сказать, себя чувствовали, выпускают там журналы, там, «Черная Америка», у них фильмы там для этих чернокожих американцев есть. У них, в общем-то, свой мир, есть своя там культура. Она интегрирована с общеамериканской культурой, но она, так сказать, все-таки, значит, учитывает их особенности. То есть, и проплачивать это, так сказать, они тоже не могут. А тут гигантские не только деньги, а там используются гигантские возможности, лоббистки. То есть, ты вот не станешь вот тем-то, пока не сделаешь, значит, пока не признаешься там своей там особой толерантности. Поэтому, когда мы обсуждаем, что там делает Россия, что там делает Китай, что там делает Америка, что там делает Европа, вот без учета вот этого какого-то фактора, темного, назовем его темным фактором, вот без учета этого, значит, или неясного фактора, темный, неясный. А мы вообще ничего не можем понять. То есть, мы понимаем вот действия каких-то сторон, но вот есть темный фактор. И раз это что-то включается, и все меняется. Поэтому, с точки зрения логики, вообще, значит, американцы, вроде бы, знаете, они могут оставить Россию в покое. Но, с другой стороны, что-то происходит, значит, что-то, так сказать, им там не имется. Кто-то их, в общем-то, на что-то двигает. С третьей стороны, кто-то взорвал их, эти башни-близнецы. И вот это там еще одно здание было, здание ВТЦ номер 7. То есть, это третье здание, которое стояло рядышком. Ну, там еще куча рядом зданий стояло, они почему-то не рухнули, тоже рухнуло здание, тоже небоскреб высотой 170 метров. То есть, там, худо-бедно свои, там, 45 этажей, 50 этажей он имел. Об этом, значит, не очень часто пишут, но там именно точно таким же макаром превратился в пыль небоскреб. Вот. Единственный момент такой, в этом небоскребе располагалась как внешняя разведка США. Вот так вот. Я считаю, что событие 9.1.1, это некое такое объявление войны Америки. То есть, мы все время возвращаемся к этому событию. Вот даже вот, то, что американские конгрессмены начали задавать вопросы про этому саму Бен Ладена, это тоже, как бы, они хотят узнать, а чего нам врет? Значит, показывайте фотографии якобы убитого у саму Бен Ладена, а в то же время, это, в общем-то, какой-то фотомонтаж. Вот. И все это опять туда, вот, к событиям 9.1.1. Пока объяснений нет. А вы знаете, там, треть американцев, даже больше треть, они, в общем-то, не удовлетворены официальными объяснениями. Пока этого объяснения не будет, вообще непонятно, что на планете происходит и кто дергает за ниточки. Ну вот, тут больше вопросов не по теме, там, сегодняшнего дня, по поводу за закрытие проекта, вот тут Татьяна спрашивает, доброго времени суток, вернусь к теме о закрытии проекта АРУ, я предполагаю, что закрытие связано с давлением путинских ЧК, с уважением. Нет, Татьяна, нет, мы всегда все делали достаточно осторожно, и это первое. Второе, как бы, это вероятность, она, как бы, очень высокая. Вот, вероятность очень высокая, потому что, ну, тянуться, немножко устал уже. Знаете, как, здесь, опять же, подход такой философский, подход философский. Когда-то, вот, нужно было это сделать, я это все делал, на самом деле мы провели достаточно серьезную работу, и вот в нынешнем общественном мнении в России, вот, оно, как бы, я думаю, что наша, наша позиция, она, в общем-то, достаточно серьезно отражена. Общественном мнении, вот, русского движения, патриотического движения по отношению к власти, и в более широком аспекте, вот, русского народа по отношению к Кремлю, многие позиции, которые, чем-то сейчас, вот, являются, так сказать, актуальными, вот, по тем или иным вопросам, значит, жизни в стране, вот эти многие позиции сформулировали мы. Ну, во-первых, мы сформулировали, очень четко доводили до, вот, вроде, сейчас тут, кажется, банальная вещь, до публики доводили о том, что государство и русский народ это несколько, в общем-то, разные вещи. Интересы у государства и русского народа могут быть разные. Если это русское государство или создано в интересах русского народа, это одно, а если это государство, которое само по себе, и, в общем-то, так сказать, как они себя оппозиционировали, это другое. На сегодняшний день это, в общем-то, понятно. Дальше антиимперская позиция. Мы писали, что империализм, он чреват для русского народа новыми катастрофами. И теперь значительная часть русского движения, русского общества, оно это прекрасно понимает. Но события на Украине это никакой не империализм. Империя – это создание некого наднационального такого, в общем-то, так сказать, такого квази-государства, в общем-то, так сказать, увеличения территорий во имя какого-то, так сказать, какой-то там гиперидеи, создания всемирного государства социализма, значит, какой-то там православной империи, или там славянской империи, какой-то тоже, в общем-то, так сказать, вот Романовы, они совмещали славянскую империю с православной империей. Вот они объясняли, ну, мы же должны строить православную империю, поэтому давайте эту империю строить. Наша позиция, значит, что пора жить. Русскому народу пора жить. Хватит. империя, империя, вот это вот, православие, там, значит, квазирелигия, она как бы сыграла такую очень мрачную роль в судьбе, в судьбах русского народа. Сегодня смотрел, вот, случайно попался материал на ленте.ру о староверах, которые в Боливии живут. Значит, люди до сих пор ходят в тех одеждах, которые там были приняты, когда они покидали родину, Россию. То есть, это целая деревня, которая сохранилась, ну, в общем-то, так сказать, вот как русская, анклав, русский анклав, вот им истинно русский, уходящий корнями в древность. То есть, женщины ходят точно таких же, так сказать, там, в сарафанах, там, этих, каких-то там, женских нарядах. Мужчины ходят там в косоворотках, там, значит, в рубашках с поясами, чисто русские лица, но это все находится где-то вот в Боливии, там, в верховьях Амазонки. Понимаете, значит, невероятная вещь, они сохранили свой быт, свой уклад жизни и любовь к России. То есть, дети изучают русский язык, рисуют рисунки из истории России, из истории Второй мировой войны, хотя они уехали из России, там, в начале 20-го века. А что, почему они уехали, там, или в конце, там, 19-го, начале 20-го, как правило, уезжали. Почему они уехали? Ну, потому что империя их давила, а они были вот староверами, значит, они были не, они были не нужны империи. Империя их выдавливала, как это, так сказать, русские имеют какое-то там православие, там, не то немножко. империя заставила их уехать из родины, покинуть родину. Хочу сказать, что мои предки тоже, в общем-то, так сказать, оказались, ну, правда, на границах империи, вот, когда, так сказать, в состав империи входила там так называемая Карская губерния, так сказать, ну, одни из, часть моих предков, вот, значит, на горе Арарат они оказались, защищали границы империи, тоже, значит, по религиозным мотивам их туда, значит, засовывали, потом они бежали, когда, так сказать, Ленин отдал эту территорию туркам обратно, вот, бежали в Россию, в России поднялись, значит, опять же, так сказать, тут поднялись, потом их раскулачили, то есть, эти люди вот приехали оттуда, так сказать, на голое поле в Донские степи, вот, на этом голом поле они подняли хозяйство, ну, вот, своими там руками, и все это пришлось бросать, потому что стало понятно, что жизни не будет в этих Донских степях, то есть, там раскулачили, раскулачили, значит, там прадеда раскулачили, в общем-то, человека, который вынужден был один раз покинуть свой дом, вот, в этом на горе Арарат, значит, он еще раз его, так сказать, отправили в лагеря, а остальные члены семьи, так сказать, уехали в эти Кавказские республики, потому что там можно было жить, ну, это вот часть моих, так сказать, предков, это в каждой семье, в каждой семье кого-то, так сказать, вот эта империя надавила, то есть, нужно русскому народу освободиться от этой империи, и, наконец, вы знаете, дошло это, я считаю, что много сделано, ну, вот, еще раз подчеркну, вот, здесь пишут люди о том, что, так сказать, проект уже, нет, если у нас будет возможность такая, вот, то проект будет продолжен, возможно, немножко в другом формате, посмотрим, просто у меня есть какая-то ответственность перед людьми, и я должен этих людей каким-то образом, они оказались непростой ситуацией, ну, могут оказаться, я перед этими людьми, так сказать, должен, как бы, так сказать, их, журналисты, я имею ввиду, журналисты, я их должен, в общем-то, каким-то образом обеспечить, вот, вот таким образом, вот, а вот в таком формате агентства русской информации, знаете, Я вот пока не вижу. Проект еще не закрыт. Это просто информация для читателей. Будет возможность, будет продолжено. Опять же, я говорю, что проект был уже на грани закрытия, когда случилась вот такая ситуация с группой программистами, которые оказались в центре, в эпицентре событий на Донбассе. Ну вот они, так сказать, рядом с ними ложились. Пришлось переходить на новый движок, пришлось начинать работать с другими людьми. Вот в этот момент помогли нам читатели очень серьезно. Без их помощи, я думаю, что это было бы невозможно. Так, Павел, добрый вечер. По поводу ядерной войны много предсказаний. Например, известный каббалист Лайтман утверждал, что может быть еще две ядерные войны. Хочется верить, что Россия в этих обменах участвовать не будет, схватят с нас войны трагедии, а вот по США действительно могут и бахнуть. Есть такое предчувствие. Вы знаете, все ощущают, что в воздухе что-то висит, что-то происходит. И вот это противостояние России и всего мира, на самом деле, кроме Китая, который нейтрально к России, сейчас Китай как бы подставил плечо, но неизвестно, что будет завтра. Дело в том, что Китай, он достаточно зависим тоже от американцев. Вот. И влезать в эту драку из-за России он точно не будет. Он точно не будет. Да, они там заключили какие-то контракты, но до поры до времени, значит, если они до какого-то уровня, они будут подписывать договора, но вписываться в это без каких-то коврижек они не будут. Значит, коврижки они могут попросить что-то. Значит, что это может быть что-то? Ну, не знаю, там, насчет территориальных уступок. Вот люди, народ пишут, что вот китайцы переселятся в Россию. Знаете, в эту северную страну вряд ли они захотят переселяться, но ресурсы России, в общем, Китаю необходимы. Не то, что нужны, они необходимы. В первую очередь, конечно, ресурсы Сибири. Так, вот сейчас еще вопросы зачитаю. Сергей, по поводу Китая, наверное, все преференции со стороны Китая, кремляне, возможно, заложили пол России. Пока еще нет, но ощущение, что вот в этом направлении идет разговор, оно есть. Дело в том, что как-то вот китайцы очень уже расположены. Это совершенно здравомыслящие люди. Тут, ну, народом принято, значит, как-то поругивать китайцев. Вот, на самом деле, это здравомыслящий народ, который имеет свою элиту, в отличие от русских. У русских нет своей элиты. Проблема ведь в чем? Проблема не в том, что кто там будет, какой человек по фамилии будет там в Кремле. Или там десяток фамилий в Кремле. А в том, что у русских нет элиты. Нет, люди достойные составлять русскую элиту, они есть, конечно же. Их много достойных людей. Ну, а система селекции, созданная большевичками, ну, а за большевичками стояли какие-то, так сказать, оккультные силы, система селекции, созданная ими, она была такова, что наверх попадал только исключительно специфический материал, которых, в общем-то, к русской элите, ну, может быть, там и есть нормальные люди, но к элите их вот причислить нужно с большой, с большой, с большой натяжкой, чаще вот в кавычки ставить. Там есть неплохие умные люди, но, понимаете, элита это вот... Вот Захарченко на Донбассе, вот это элита. Элита. Человек готов умереть за вот то, что, в общем-то, за свои какие-то взгляды, идеи. Вот это элита. А вот товарищи, которые там, в Кремле, там им скажут завтра, значит, там молиться на Адольфа Гитлера, они на Адольфа Гитлера, ну, не все эти чиновники, они будут на Адольфа Гитлера молиться. Завтра поставят, я не знаю, там этого, Рамзана Кадырова, премьер-министром, они будут там прыгать перед Рамзаном Кадыровым. То есть у этих людей нет ни чувства собственного достоинства, то есть это просто винтики, это просто биомасса. Не глупые люди, но эти люди ничего не смогут сделать. То есть вот элита это некий такой социум, некое сообщество, ну, это как бы лучшие люди нации, которые, в общем-то, отражают интересы нации. Даже если вот это быдло не понимает, что нужно, элита, она понимает, что этому быдлу нужно. То есть она об этом быдле заботится. А, к сожалению, вот таких людей нет. И быдляк, он, к сожалению, в общем-то, значит, не имеет рефлексов таких людей поддерживать и выдвигать куда-то. Вот, то есть он не понимает, потому что китайцы, он понимает, что да, так сказать, вот есть вот среди китайцев, вот среди нас есть вот такой-то, так сказать, вот надо, и вот туда вот. Вот, потому что он может сообразить и сделать так, что нам всем будет хорошо. Дело в том, что я видел, как работают китайцы, как они выстраивают, в общем-то, свою иерархию социальную. Значит, вот, был описан случай, вот, мне запомнился, значит, где-то там в гостинице, там, значит, в ресторанном зале там что-то случилось, то ли свет погас, то ли еще что-то, какая-то катастрофа. Вот, значит, и там вот в этом зале там были представители разных, там, значит, народов, племен, там, где-то там на Западе. Вот, и была группа китайцев. Китайцы, значит, они там впервые в жизни встретились. То есть они были туристы, значит, не то, что они в группы приехали, они туристы, впервые в жизни встретились. Самое, что интересно, они тут же выстроили иерархию, просто с места в карьеру. То есть сразу у них там выдвинулся, так сказать, нормальный человек, они его признали за нормальным. Он начал, так сказать, давать указания, там выстрелился, так сказать, уровень этих, как сказать, там, сержантов, которые, в общем-то, так сказать, управляли меньшими группами людей. И они быстренько, так сказать, наладили там эвакуацию, не только себя и всех. Вот именно китайцы там. Кто-то встал на двери, кто-то там встал кому-то помогать, там, в общем-то, так сказать. А этот там старший, так сказать, начинал, в общем-то, давал указания. То есть, ну, человек просто в возрасте был. То есть, ну, они сразу определили, кто есть кто. Вот. У русских вот этого механизма, этот механизм отсутствует. Скорее всего, даже он не отсутствует. Я бы не сказал, что он отсутствует. Я думаю, что работа из декурата, ну, до сих пор, в общем-то, так сказать, я, значит, эти вещи, мы никуда, так сказать, ни от них не ушли. Ну, вот просто, ну, каждый раз напоминать людям тяжело. Ну, первое, значит, сам слой вот этой элиты ликвидировали, искренне ли большевики. Но, вот, вероятность возвращения, она была очень такая высокая, значит, тех, кто остался, значит, это появление новой элиты. И поэтому, я думаю, чтобы закрепиться, большевички построили вот этот декурат. То есть, в 24-м году, те люди, те оккультисты, которые стоят за этими большевичками, я думаю, что выстроили вот эту штуку и запустили, вот, так сказать, древний механизм, который работает в России до сих пор. Вот, я рассказывал, Зиновьев описывал удивление немцев, когда они увидели, что русские люди не могут самоорганизоваться вот в этом плену. То есть, вот, немцы, как только они попадали в плен, значит, они там быстренько самоорганизовывались. То есть, они там не то, что выбирались там, ну, может быть, и выбирали, выдвигали. Происходил естественный процесс самоорганизации. Русских военнопленных этого процесса не было. Ну, вот. Ну, немцы там строили по званию, а у русских этого процесса не было. И поэтому, значит, сначала немцы там тратили большие, как бы, ресурсы военные на охрану этих военнопленных. Потом там какой-то умный человек сказал, да зачем ресурсы? Не надо никого охранять. Просто найти место такое наиболее удаленное от поселений, вот, ставить там кухню два раза в день, там, выдавать еду и никуда они не убегут. Вот так оно и было. Вот эти немецкие конслагеря, там, с 41-42 года, значит, когда, там, из них там, ну, если нужно было там убежать, можно было убежать, там, даже фильмы, значит, вызывая огонь на себя, опять что-то видел, там, с майором Топорковым, такой хороший, это, так сказать, актер Ралялин, ну, вот, значит, там он описывает свою историю, что убежал из немецкого лагеря, концентрационного. Значит, этот лагерь, это была, там, территория, там, квадратный километр, огороженная, там, одним, там, рядом, там, колючей проволоки, так сказать, из этого лагеря, значит, не убежать было просто смешно. Ну, понимаете, вот, ну, если ты убегал, ты сам должен был высказать все там пропитание. А там люди сидели в этом лагере, потому что там кормили. Все. А система пахана-то была. То есть, вы двигались не самые умные, а самые сильные. То есть, ну, как в стадии человеческом. Для народа, который существует уже, в общем-то, несколько тысячелетий, а русский народ, этот народ, существующий действительно несколько тысячелетий, вот, в своей книге, я как раз этот вопрос и доказываю совершенно аргументированно, вот. То есть, я это доказательство нашел сам для себя, и это, значит, в книге оно будет присутствовать. Такого не может быть, чтобы народ, существующий несколько тысячелетий, создавший, так сказать, государственность, и раз за разом создававший после там сильнейших потрясений государственность, государственные механизмы, такого не может быть, чтобы этот народ вел себя, в общем-то, так сказать, как стадо. Значит, что-то в нем подавлено, какие-то рефлексы. Дело в том, что поведение, выстраивание иерархии, это даже не интеллектуальная высокодеятельность. Это, в общем-то, почти рефлексы. Почти рефлексы. Еще там в племени, там, вроде, значит, люди выдвигают там вождя, значит, выстраиваются, так сказать, и начинают действовать. А сейчас что такое русский человек? Русский человек ждет, когда ему назначат начальника. Вся эта вот дума, это, в общем-то, люди назначены кем-то, так сказать, там, все вот эти, так сказать, губернаторы. То есть это не какие-то лидеры, а просто назначены сверху люди, и все. Вот. И все смотрят им в рот. Так вот, тогда еще, когда вот эти вопросы, я там, я лично общался по этому вопросу с Зиновьем, он был в Петербурге, я с ним говорил, так сказать, так, была встреча у меня с ним, и вот он тогда вот эти вещи сказал, и я вот тогда это очень сильно задумался. Вот. И потом уже, когда, так сказать, складывая кусочки мозаики, вот, вот, эта мозаика, в общем-то, так сказать, ее сложение, оно привело к зикурату. Оно привело к некой вот темной стороне. Вот. То есть есть вот эта сторона, есть эта сторона, это. Есть еще какая-то темная сторона, откуда исходят как раз волевые импульсы, и импульсы, указывающие, что и как делать. Еще мы абсолютно непонятны с точки зрения, значит, там, логики, там, рационального какого-то подхода. А вот Владимир пишет, в Москве открылся портал ВАД. В понедельник, 10 ноября, жители центра Востока и Юго-Востока Москвы ощутили запах серого водорода. Буквально перед эфиром звонил Владимир Ануфриеву, в общем-то, секретарю клуба общего дела, сейчас клуб. Ну, вот. Мы с ним общались, там, ну, буквально, там, так сказать, переписались несколько слов. Вон, говорит, в центре, удушающий совершенно запах серого, там, в Капотне, там, значит, ну, часть Москвы, не вся. Но, тем не менее, по моим подсчетам, это, там, 300-400 квадратных километров. То есть, если там считать, сколько, значит, охвачено, сколько территория всем этим охвачена, то есть, то никакой комбинат не мог таких выбросов устроить. Я так полагаю, что вот, когда люди говорят, портал в ад, я думаю, что это действительно какие-то, в общем-то, это, так сказать, камлания. Что-то происходит. Москва, вот, энергетика Москва, она, конечно, очень сильно загрязнена. И дело в том, что те люди, которые стоят за властью в России, я так полагаю, они, в общем-то, захотят или хотят, видимо, реализовать какой-то план. Может, они вызвали там, в общем-то, кого-то. Дело в том, что вот сам запах серы, вот, сам запах серы, он всегда, вот, он даже вот, в теологической литературе христианской, он приписывается появлению материализации, значит, сатаны. Подсказывают мне там дьявол. Дьявол — это, я рассказывал, что такое дьявол. Дьявол, на самом деле, в общем-то, это слово использовать нельзя. Почему? Потому что это русское слово, которое опоганили сознательно. Вот, это наши предки говорили дьяволя. И вот это, так сказать, дьявол они. Поэтому лучше называть сатана. Значит, даже сатана может быть неправильно. Вот, там, скорее всего, как-то по-другому, может быть, вот, это имя надо произносить. Ну, говорят, что это диверсия Киева. Я хочу сказать, что Киев при всем своем желании такой диверсии устроить не может. Ну, представляете себе запах, который охватил весь город. Для того, чтобы такое случилось другие, там, годы, там, летом, там, когда горел торфянник. Вот, нужно было, чтобы там на площади, там, не знаю, нескольких, там, десятков квадратных метров горел торфянник. И тогда, да, удушающий запах, там, в общем-то, дым, он, как бы, так сказать, смог такой был над Москвой. Но, представляете себе, какая, так сказать, территория, какие там ресурсы были в это включены. То есть, я думаю, что никакой МПЗ, там, ну, к этому не имеет никакого отношения. А может быть, оно и выбросило что-то. Но, реально, реально, так сказать, это какая-то материализация. То есть, это связано с материализацией. Ну, и тут, опять же, видите, вот здесь мы понимаем, как это действует. Вот здесь, там, значит, большевики, там, мнение большевиков, вот это все. Откуда они сами взялись? Почему они управляют таким огромным народом, и этот народ ничего не может сделать, чтобы сбросить эту, в общем-то, нечисть? Не мог сделать. Непонятно. И сейчас то же самое. 84% населения России русские, русские, значит, все смеются, показывают пальцами на этих русских и весь мир. В общем-то, ими управляет кто угодно, значит, государство, которое, значит, эти русские несут на своих плечах, это государство, в общем-то, так сказать, плевать хотел на русский язык, на русский народ, там, вталп, втаптывало его в грязь. Вот сейчас что-то они проснулись. Ну, когда, так сказать, припекло под задом. Так. Азок. В чем может быть опасность выноса Ленина из Мавзолея? Опасность только в том, что все станет на свои места, и когда, понимаете, все становится на свои места, это вызовет определенный социальный какой-то выдоворот. То есть люди прозреют, у них проснется их естественная реакция на события. Они увидят этот мир другими глазами. Он, значит, поймет, а почему я тут слушаюсь вот этого, так сказать, там, товарища, вот который, так сказать, я не знаю, начальником назначен, неизвестно кем. А почему вот это государство, значит, оно, как бы, не мое? Ну, здесь, а почему я должен вот это делать? На самом деле, вот все это, вот люди, вот эти вопросы, они проснутся, и люди, значит, начнут требовать ответа. Ну, естественно, тут будут какие-то перемены. Колчак пишет, запах сероводорода охватил не только Москву, но также и Курск, и Клины, Можайск, и Рязань. Так что вы, Владислав, правы, демонов вызвали кукловоды из Кремля. Ну, вот, может быть, может быть. То есть, может быть, это связано с тем, что, так сказать, там, тряханут эту Америку, понимаете, так сказать. Вот, потому что я, в общем-то, очень серьезно отношусь к этому предсказанию, о том, что 44-й президент будет последним. Вот, специально разыскивал все старые какие-то материалы, начать. Может, они там ошибаются, но, тем не менее, в один голос все это предсказатели говорили 25 лет назад. Мне прислали читателей книгу 90-го года, 90-го года, который Павел Глуба издал, ну, так сказать, вот эта книга. И там, вот, как бы, вот, всякие предсказания, которые он собрал еще тогда. Масса предсказаний попадалось, там, Ванги, Парацельса, там, этого, там, того же самого Нострадамуса, там, толкования, там, Кейси. Вот, масса людей, вот, так сказать, там, вот, фигурировала эта цифра. Посмотрим. Дай Бог, чтобы эта Америка жила. Дай Бог, чтобы она жила, дай Бог, чтобы Россия жила, Европа, Китай, все. Мое желание такое. Я думаю, что это желание любого нормального человека, чтобы не было никаких войн, чтобы люди страны договорились. Потому что ни американцам с нами делить нечего, ни нам с американцами тоже делить нечего. И если даже там вся, весь сырбор, это из-за Сирии, то я не знаю, понимаете, так сказать, вот. А что там такого в Сирии, там, чем оно там медом намазано, там, в России и американцам? Непонятно. Я думаю, что вот за многими событиями стоят какие-то вещи оккультного характера. То есть оккультного, то есть тайного, закрытого для нас, непонятного. То есть идет какая-то борьба за какие-то ресурсы, о которых мы даже не знаем. За какие-то артефакты, возможно. Вот тоже самое Афганистан. Что там нужно американцам, непонятно до сих пор. Ну, там, значит, там пытаются объяснить, что там американцам нужен наркотрафик. Какой наркотрафик? У них там это центральная Южная Америка. В любой этой стране можно сделать все, что хочешь. Можно там вырасти столько этих наркотиков, что можно завалить весь мир. Правда, попадались интересные вещи, где пишется, что известно, сколько производится вот этих, так сказать, наркотиков. Потому что человечество потребляет только десятую часть. Куда, так сказать, подевается остальное, непонятно. Может быть, экспорт вот этих, так сказать, вот этих веществ куда-то, так сказать, в инопланетные сферы? Хрен его знает. В Афганистане есть система подземных пещер, которые, скорее всего, созданы какой-то потопной цивилизацией. Из Афганистана пришел целый ряд религий. Возможно, Афганистан был колыбелью арийских народов. То есть эти арийские народы, вот там их колыбелят, а там они, как бы, так сказать, сформировались. Ну, то есть, придя с севера, там, например, после потопа, они там, в общем-то, сформировались, выжили. Вот, то есть, как арийские народы, ясно, что они пришли с севера, там, но это там было хрен знает когда-то. В допотопные времена. Придя с севера, они там, значит, выжили в Афганистане. Они потом уже, так сказать, пошли, значит, и заселили при Черноморье, там, в общем-то, так сказать, вот при Черноморье они уже вот эту лошадь приручили. Ну, или какая-то часть этих арийских племен, значит, в Афганистане там обреталась. Оттуда вышла какая-то религия. Ну, там не одна религия, там, из-за арастризма, может быть, с Дона вышла. А оттуда религия Бон вышла. Совершенно непонятная странная религия Тибета, религия Бон, в общем-то, это, знаете, буддистам там всякие чудеса приписывают в Тибете. На самом деле, все эти чудеса, они происходят от, вот, товарищей, которые, значит, из религии Бон. Значит, вот все эти вот знания оккультные, они из религии Бон пришли. Был такой советский историк Кузнецов, он написал книгу, эта книга у меня есть, он как раз вот эти вещи исследует. Что-то там в Афганистане какие-то битвы были. Какие-то битвы, может быть, допотопные битвы. Может быть, знаете, значит, эти арийцы, так сказать, ушли с Афганистана, значит, на север, потом там при Черноморье. А тем не менее, вот, по Кузнецову вот эти битвы из Рамаяны, они происходили, вот, Махабхараты происходили где-то в районе Афганистана. Вот там. И там вот эти огромные, значит, какие-то подземные пещеры, там, так сказать, тянущиеся на, там, сотни километров. Общая, там, длина их, может быть, там, тысячи километров, то есть, конечно, что-то неимоверное. Эти пещеры афганские маджахеды использовали для нападения на советские, советские вот эти части, то есть, буквально выпрыгивая из-под земли. И поэтому их нельзя было достать. Вот. И сейчас афганцы используют те же самые пещеры. Американцы ничего не могут сделать. Ничего. И взрывали, и подрывали, и жгли, ничего не могут сделать. Дело в том, что пещеры, там, некоторые, значит, там, тянутся на сотни километров. То есть, общая, там, протяженность, там, тысячи, может быть, даже десятки тысяч. А есть, возможно, что это какое-то убежище, созданное, там, так сказать, на случай ядерной войны, еще, там, во времена каких-то, так сказать, там, гипербореи, Атлантид. И вот это вот остатки вот этих подземных кахадов. Китайцы же тоже готовились к ядерной войне, там, в общем, при Мао-Дзе-Дуне, там, они вырыли, там, огромные подземные города, там, все это существует. Все это никуда не исчезло. Ну, возможно, вот эти пещеры тоже, в общем-то, наследие вот этих цивилизаций. И, может быть, что-то там американцы тоже ищут. Может быть, какие-то порталы в другие миры хотят перекрыть. Знаете, вот, что интересно, когда случились события 9.1.1, американцы, так сказать, двинулись в Афганистан, все не поняли, а почему тут Бен Ладен, Афганистан, там, все это, так сказать. А потом, вот, была информация о том, что некоторые американские уфологи считают, что портал в этот мир, он как раз находится там, в Афганистане. То есть, где-то там, вот, в районе Гренландии, но вот второй в Афганистане. Возможно, вот этот, значит, взрыв этих башен 9.1.1, он был, как бы, актом такой войны со стороны вот этих вот НЛО, там, или там, значит, существ из параллельного мира или из какого-то, с каких-то далеких планет. И американцы отправились туда перекрывать им проход сюда. Знаете, я думаю, что версия имеет под собой такое серьезное основание. Так что, вот, все, что происходит сегодня на планете, оно, как бы, без понимания вот этого темной стороны не расшифровать. Ник Александров, Владислав, не вздумайте закрываться. Мир и так мрачен и скучен. Слова правильного, слова правильного не от кого услышать. Ну, Александр, это просто, в общем-то, моя информация. Это не то, что, так сказать, вот оно, решение там стопроцентное. Но это будет зависеть от обстоятельств. Значит, естественно, я сообщу об этом, в общем-то, за какой-то период, что да. Вот. А так мы посмотрим. Потому что и журналисты, они, в общем-то, хотят писать и работать. Я, так сказать, заинтересован. Но, понимаете, есть обстоятельства. Есть обстоятельства. В первую очередь, финансовые. Знаете, что-то можно сделать, а что-то уже, в общем-то, так сказать, сложно сделать. Вот. Слушатели Арии. Разделяя власть, то это единственная причина раздробить население планеты, стравить между собой, чтобы дальше планета не заглядывала. Знаете, вот мы, возможно, подходим к тому периоду, к тому периоду, когда человечество узнает, вот, или, так сказать, начнет узнавать какую-то правду. Реально, а вот об этой темной стороне. Знаете, всех всегда удивляло, вот, почему агентство русской информации, я, в общем-то, занимался вот этими, значит, тарелочками, всем этим. Потому что есть понимание, что существует оккультными вещами. Что существует нечто, нечто выходящее за рамки вот этого тоннеля реальности, который, там, в школе, там, так сказать, мир создает, миропонимание, там. В средствах массовой информации, значит, ну, как бы, такой устоявшийся, вот. Людям, конечно, порой сложно это понять, вот. Они начинают хихикать, там, ну, раньше, сейчас уже, так сказать, пальцем у виска не крутят, когда говорят об НЛО, потому что это, в общем-то, так сказать, достаточно очевидная вещь. Но такой взаимосвязи между событиями и личной жизнью у каждого человека и вот этими тарелочками никто все-таки не мог усмотреть. И потом, в какой-то момент люди там не писали, правильно писали. Владислав Александрович, а какая разница? Ну, или есть, они летают и летают. Вот. Какое-то имеет к нам, к нашему миру, к нашим делам отношениям. А я вот хочу сказать, имеет. И самое прямое. Вот после того, как вот все эти исследования по вот этим башням в ВТЦ, по вот этому 9.1.1 появились, значит, мы однозначно можем сказать, что здесь как раз вот эти человечки, существа, они засветились, они участвовали в какой-то операции, значит, они реализовали операцию в отношении американцев. Значит, они реально участвуют в наших мировых делах. И от них зависит курс доллара, изобретение, которое там в Америке появится или не появится. Я хочу сказать, как-то меньше стало изобретений таких ключевых появляться после этого события. Что-то там поменялось. Да, там чипы там разгоняются, но вот чего-то какого-то рывка нет. Как-то все встало. Может быть, сознательно, значит, американцы там не вбрасывают новые технологии, но, знаете, тоже как бы такой момент. Это сложно его, когда что-то технологии, там, значит, научно-технический прогресс привязать к чему-то. Но, возможно, он связан с этими контактами. Ну, невозможно, я думаю, что почти 100%. Вот товарищ, который доказывал, что 9.1.1, ну, то есть, кроме Холизова, он сам физик, мне благодарен как раз читателям на его сайт. Я знал его сайт по новой физике, а вот это, значит, его исследование по 9.1.1, это не Холизов, значит, я вот прочитал благодаря подаче нашего читателя, который, кстати, на форуме передачи скинул. Так вот, он считает, что, кстати, я тоже так считаю, что и атомную бомбу, в общем-то, так сказать, человечество получило из вот тех самых рук. И я так доверяю физику, которая утверждает, что физики, ну, там, академическая физика, она не могла даже додуматься до того, не было у нее инструментариев, чтобы создать даже теоретически ядерную бомбу. То есть смысл ведь в чем? Как объясняется? Что какие-то теоретики взяли, продумали, придумали и вот создали атомную бомбу. Я хочу сказать, теоретики даже пороха, в общем-то, так сказать, теоретически не могли создать. Нужно было, так сказать, опытным путем все сделать. А тут они что-то тут узнали, и взяли все это, взяли это, создали атомную бомбу, вот они просчитали там на каких-то моделях. Хрена лысого. Я вот рассказывал, как поразило наших инженеров, которые работали с немцами-военнопленными, немецкими инженерами, которые после войны, ну, не столько военнопленными, но сколько, в общем-то, людей, когда взятых в Советский Союз для того, чтобы отработать здесь, значит, на оборонку Советского Союза. Их удивило, как немецкие конструкторы работали. Но от наших требовалось сначала, так сказать, там, предложить идею, потом начертить, потом, там, значит, этот вот чертеж воплотить в реальность. А выяснилось, что немцы начинали делать без всякого чертежа. Сделав, они начинали после этого чертить и уже, как бы, доводить этот самый, так сказать, уже сделанную вещь они просто переносили на бумагу, чтобы пустить в серию. А так делали ручками. И наука, если там, значит, взять, там, посмотреть, что там наука открыла, не открыла, и выясняется, что наука, и она ничего почти не открыла. В основном наука фиксирует то, что существует. Вот, так сказать, столкнулось человечество вот с этим, а дальше наука уже, как бы, все это объясняет. То есть наука, современная наука, она просто в роли объясняльщика. Причем они пытаются, значит, если вот это они не могут объяснить, они, значит, говорят, что нет, это невозможно. А так, чтобы что-то они тут, это самое, продукт... Субтитры создавал DimaTorzok